Привет, Даша! Это хребцы, потому что мы будем есть не одни. И сейчас будем накладывать. Давай. Ау! Черт. Что, давай накладывай? У тебя опять это с камеры садится. Давай быстро пойдем. Так. Блин, ты слишком много хребток положила. Убери, а то мы на сомнение раз... Так. Готовки вы очень красивые. Спасибо. Мне нужна вторая. Че так мало? Ну, потому что я боюсь про того, конечно. Вовремя это скал, все пишут, а мы такие, а, пофиг, мы готовы. Да? Ау! Пипец! Я не могу, зачем? На вторая тревога. Жестко. Это не то, как я хотела, чтобы этот аппир прошел. Ребят, давайте будем уважать друг друга. И это действительно, типа, не та реакция, которую мы должны были с Вероникой выдать. Мы просто немножко, как совсем девочки, повери себя. Опускаем эту тему. Ау, пипец. В любой непонятной ситуации достает камеру. Ребят, ну я сейчас закончу прямой эфир. Все, серьезно, простите, что мы так бурно отреагировали со смехом. Это действительно не то, как нам надо было. Нам надо было замять эту тему. Ну, все. Мы об этом говорить не будем. Ладно? Вот. Давайте какие-нибудь вопросы интересные. Да, мы будем просто ему 40 лет, она не хочет, как бы, афишировать их отношения. Понимаете, да, такая ситуация? Считаешь Агату Кристи? Я читала только «Убийство в восточном экспрессе» и, в принципе, интересно. Но я могу сказать... А, 8... Ой, 8. «Десять негритят», потрясающая книга. Вот, мне было безумно интересно. И я смотрела фильм советский, он тоже очень интересный. На тебя камера села? Верите в Бога? Ой, ладно. Хорошо. Вопросы интересные. Что для тебя женственность? Спокойствие и уверенность в себе. Да, наверное, это энергия какая-то, которую ты несешь из себя, и то, как ты преподносишь себя этому миру и все такое. Не вот эта вот напущенная, типа, одежда. Ну, это вообще не имеет значение. Наверное, можно быть женственной и в галошах, и в спортивных штанах. Конечно, это сложнее. Но у тебя может получиться. Конечно. Так что... Женственность — это прежде всего что-то изнутри. Алика, вот это вы начитанная. Вероника, а ты что читаешь? Сейчас читаю. Мне очень нравится. Ты больше, наверное, по такой художественной нарядистике? Ну, я с психологией тоже на врача мне нравится. Вот я сейчас читаю книгу, называется «Осознание может все». Джон Гехо или Гехо, не знаю. Честно, я уже в последнее время, я прям вот как-то начала... То, что я читаю, например, мне советовали «Магия утра». Ужасно. Отвратительная книга. Настолько банальных советов я не видела еще нигде. То есть это типа «Вставайте рано», «Готовьте вкусный завтрак», «Делайте зарядку». «Спасибо!» Я вот без вас реально не знала. Типа, ну такой бред и как бы непонятно вообще. Вот. И, например, я уже как-то начала относиться к этим книгам, всем по психологии. Как-то, блин, что за тупая мотивация? Типа, это вообще-то реально ничего нового. Мне, кстати, мама об этом говорила. Все эти тренинги по психологии, коучи, это такой бред, все написано уже давным-давно до этого было. Ну, знаешь, я считаю, это не для того, чтобы что-то узнать уже, да, а для того, чтобы как-то мотивацию, может, какую-то мотивацию. Возможно, но я не знаю, что некоторые люди не способны мотивировать себя сами, но обычно, если я заметила, такая тенденция, если ты из чего-то хватаешь этот заряд мотивации, из какой-то книги, из какого-то видео, то этого хватает запало ненадолго. Прежде всего, вот это вот желание, что ты делаешь, а можно уже идти изнутри. Можно перенять эту мотивацию и уже начать, ну, естественно, ее выделять, но... Выделять. Выделять. Ну, я просто говорю, мне кажется, что я очень... Да! Да! Потому что я вот их читаю, и я уже... Мне что-то писали по поводу того, что... Вот, это моя. Мне писали по поводу того, что я только что видела. Серия «Хочу развивать речь, но читать не люблю». И что делать? Через силу, потому что действительно мне тоже я могу сказать, что мне иногда не совсем интересно читать какие-то книги, но я просто заставляю себя это делать, потому что... Ну, это важно. Это действительно важно. Развитие и все такое. Спросили, как мы сдали ОГЭ. Мне кажется, это скучный вопрос, но мы оба знали его хорошо. Держи. Я так рада за братика. Я ждала среду. Так. Как тебе книга «Как приобретать друзей и оказывать влияние на них»? Ну, не знаю. Я не читала, но название не впечатляющее, если честно. Что ты скажешь насчет Евгения Онегина? Вы знаете, у меня один момент этой книги зацепил. И я просто хочу сейчас вот 600 человек, что здесь находятся, просто чтобы вы вот знали кое-что, что мне кажется важным относительно этой книги. Есть распиаренная фраза, буквально распиаренная, потому что люди очень часто ее применяют, говорят, разбирают на цитатки, выкладывают в свои соцсети. И мне даже, если честно, был момент, приводила пример эту фразу мамы моего бывшего молодого человека. Ну, так вот. Фраза звучит подобным образом. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И все подтверждают эти слова тем, что, мол, это же Пушкин написал. Пушкин фигни не напишет. Это вот все истина, это мудрость. Мне очень жаль людей, которые на полном серьезе выдвигают эту фразу, потому что, наверное, это немножко стыдно, не знать содержания Евгения Онегина. Целиком и полностью я не процитирую действительно слово в слово, но общий контекст я вам передам. В полной сифрахе звучит так. Да, я даже помню, что в другой контексте все вообще его не так перефразируют. Там звучит в серии так. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Так думал юный мой Евгений, когда был жертвой своих юношеских заблуждений. Вот какое-то такое там вот. Ну, смысл очевиден, да? Избегая вперед, где же, идя в своих заблуждениях о том, что мы меньше любим женщину, но она нас от этого любит сильнее, куда же пришел Евгений со всеми этими своими рассуждениями. Обращаемся к эпилогу книги. Где закончил парень? У ног Татьяны. Я вас люблю, но я другому отдана, и я теперь ему верна. Так что, молодые люди, если вам кажется, что уделяя своей девушке, женщине, любимой... Вероника рассказывается, я готова. Оливье вываривает. Вероника готовит. Меньше внимания, меньше заботы, меньше показывает, насколько сильно вы на самом деле ее любите. Если вы думаете, что это может привести к чему-то хорошему, никогда не приведет. Никогда. Многие пользуются этим, и это реально работает, но это работает, мне кажется, в большинстве своем на глупых девушек. Даже не даже на глупых, просто, мне кажется, на маленьких, потому что у меня даже со мной такое... Ну, признайся, с тобой тоже такое работало. В лет 13, когда мы были? Нет, летом, когда такой молодой человек просто перестал себе отвечать, конечно, тебя это заделает, иначе... Да, и у тебя это же самая тема была. У нас с Вероникой была перекликающая ситуация, без подробностей, когда мы обе бросили молодых людей, а потом такие, вернем их. Да, у меня это было, наверное... Ну, у нас это было плюс-минус, типа, да, один период был временной, и мы такие, вернем, и когда, типа, не получилось, у нас играло, мы такие убедили себя в том, что у нас есть чувства к этим людям, а у нас чувств не было, это было задетое эго, потому что мы обе себя, конечно, очень любим. Вот, и рассказываю, в адекватных, взрослых, нормальных взаимоотношениях, неболезненных, необъюзивных с людьми, то это такое не должно быть просто. Не должно быть такого, мне кажется, обоюдность, во всем важна обоюдность и любовь, взаимоуважение, без уважения никуда. Если вам кажется, что вы не... От книг не зависит красноречивность. Не полностью, то есть тут больше, как мне кажется, окружение. Окружение, да, но книги тоже играют роль, безусловно. Откуда мой платок? Мой платок от... Я, кстати, не знаю, Хермес или Гермес, или Эрмес, что-то есть. Эрмес, вот. Эрмес, короче. Будет ли чек-лист по книгам запущен еще раз? Будет. Слушай, я хочу его попить из себя. Мне интересно. Подруга, бесплатно. Давай этот бартер. Ты мне позвал. Да, я тебе по книгам. Вероника, я проверила все папки, мне ничего не пришло. Вот эта девочка. Напиши, пожалуйста, тогда на почту и скинь чека по платью, и мы тебе пришлем чек-лист. Такое может быть, но, скорее всего, ты просто почту неправильно ввела. Потому что оно все всем присылается. Как это произошло? Ой. Где Вероникин папа? Пошел в мусорную. И не вернулся. Нет, это шутка. Он только что был тут. Нет, он только что был тут и пил воду, пока мы снимали видео. Переживалась за то, что будет видно. В чем бы пошла на выпускной? Кстати, подожди, последний. Хочу один момент прояснить. Ребята, мне интересно, у вас есть балы в школе? У меня не было. У нас в школе балы. И поэтому, когда люди говорят, типа, в чем пойдешь на выпускной, присылают варианты, типа, всяких костюмов. Я такая, блин, а как вы там танцевать будете? А потом понимаешь, что людей-то нет балов. У нас в школе полноценный урок ритмика. Мы танцуем вальс. В парах, с мальчиками, там, полонез, мазурку, польку, польку. Какой-то раз китайцы, знаешь, что делаем? Такой танец у нас есть. Вот. Все, заканчивай. У нас нету. Так вот, поэтому на выпускной, типа, у меня вопрос немножко по-другому стоит. Я ношу балые платья. Тема, нет, пожалуйста, не очень голодные. Мама, не будешь? Ребята, на этом прямой эфир заканчивается. Я его сохраню. С вами были Алика и Вероника. Эпизодами Тема. На нашем кулинарном шоу и разговорах о реинкарнации. Увидимся в следующий раз. Маме тоже понравилось. Что? Маме понравилось. Вкусно? Да. Все, мы хозяюшки, мальчики, девочки.